Кто-то мечтает покорить весь мир, а кто-то лишь хочет показать яркий пример детям. Но всех участников объединяет одно – у них есть голос. На Ставрополье начались отборочные туры краевого вокального конкурса «У меня есть голос» с верой в победу и надеждой на главный приз в 300 тысяч рублей. На сцену ДК «Шерстянник» в Невиномысске поднялись 69 очень разных исполнителей. Познакомилась с ними и узнала имена первых победителей Ирина Ивановская. У вас есть голос для того, чтобы успеть? Я считаю, да. Тогда пойте. Ставропольскому Робертино Лоретти 14 лет, но в региональном конкурсе «У меня есть голос» возраст, равно как и статус участника, не имеют никакого значения. Было бы желание, талант и сильный голос. Творческий потенциал почти сотни жителей Ставрополья объединился на площадке первого отборочного тура состязания. Краевой вокальный конкурс стартовал. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Русские народные и казачьи песни. Партии из опер, популярные российские и зарубежные композиции. О своих вокальных талантах только в этом туре заявили 69 исполнителей. Жители Кочубеевского и Андроповского районов, Минераловодского городского округа, Ставрополя и Невиномыска. Выступления всех конкурсантов заняли больше пяти часов. Место действия – сцена Дворца культуры «Шерстяник» в Невиномыске. А мастерство исполнения, умение владеть своим голосом – то, чем вокалисты стремились покорить жюри. Практически сразу видно, когда человек выходит, открывается, поет, это, знаете, щелкнул. Все, он запомнился, отпечатался. В составе жюри – музыканты, певцы, режиссеры, которые работали в концертном зале весь день. Специальной табличкой «Стоп» им приходилось пользоваться часто. Но лишь потому, что участников тура много, а время ограничено. На сцену выходили профессионалы, начинающие вокалисты и те, кто просто получает удовольствие от пения. Все очень талантливые и яркие. Например, Наталью близкие называют «женщина-оркестр». В свои 57 она жить не может без музыки. Я играю на многих инструментах. Я аккомпанирую себе под гитару, под аккордеон, на фортепиано сегодня я буду петь, под фортепиано. И играю на многих оркестровых инструментах. К вокальным данным участники добавляли природный артистизм, запоминающийся сценический образ и иногда мечту. Я с детства мечтала стать героиней сказки. И моя мечта осуществляется. А учительница русского языка и литературы поднялась на сцену, чтобы показать пример своим ученикам. Для меня главное быть примером для моих детей. Если где-то они будут чувствовать, что я в чем-то не уверена, то эта неуверенность будет рождаться и в них. Поэтому своим примером я показываю, что достичь можно всего, чего захочешь. По итогам в каждый следующий тур проходят три претендента. Самыми голосистами здесь по решению жюри стали Алина Якименко, Яна Тарасенко из Кочубеевского и Руслан Адамян из Минеральных Вод. Четвертого финалиста на каждом этапе выберут жители края. Проголосовать за полюбившегося артиста зрители смогут уже 19 января в 8 часов вечера во время трансляции конкурса на своем ТВ. А участников следующего отборочного этапа ждут 20 января в Буденновском доме культуры. Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение.